В эфире Народного телевидения Хибины программа «Опасно для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях в минувшей неделе. С вами Михаил Елисеев. Здравствуйте! В ночь суббота на воскресенье вот здесь, в доме номер 21 по улице Ферсмана в Апатитах, конфликт двух братьев закончился тремя ножевыми ранениями. На месте этого происшествия работала бригада скорой помощи, наряд полиции и наша съемочная группа. Все началось с того, что к старшему 40-летнему брату пришел в гости младший, 36-летний, проживающий отдельно. Как пишут в полицейских протоколах, в ходе совместного распития спиртных напитков на фоне внезапно возникшей ссоры, между ними завязалась драка. Старший брат, по его собственному признанию, пытался утихомерить младшего, но поединок зашел слишком далеко. В итоге, испугавшись за свою жизнь, хозяин квартиры схватил кухонный нож и несколько раз ударил буйного гостя. Затем сам же и вызвал на место происшествия полицию. К слову, патруль он так и встретил с ножом в руке. Нож положи! Нож положи! Нож положи! Нож положи! Нож положи, мужчина! Отходим, отходим! Что у нас еще есть? Пострадавшего осмотрели медики бригады скорой помощи. Несмотря на то, что старший брат умудрился проделать в теле младшего три отверстия, в ягодице, в паху и в боку, ни одно из ранений не оказалось проникающим. Иными словами, жизни и здоровью дрочливого гостя в тот вечер ничто не угрожало. Его доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась. Мужчине оказали медицинскую помощь амбулаторно. Дорога, которая ведет с улицы Строителей на Апатитскую сортировочную станцию, не самое лучшее место для ночных заездов. Во-первых, на ней нет освещения, во-вторых, сама проезжая часть довольно бугристая. Однако именно здесь инспекторы ДПС в ночь с пятницы на субботу задержали нетрезвого водителя. Стоит отметить, что в минувшие выходные на дорогах Апатитов и Кировска работали дополнительные экипажи ГИБДД, выявлявшие пьяных автомобилистов и в режиме патрулирования, и в режиме массовых рейдов. О профилактических мероприятиях, как обычно, предупреждали в СМИ и в соцсетях. Но любителей езды под шофе это не остановило. Сотрудниками ДПС в городе Апатиты в районе сортировочного парка был остановлен автомобиль марки Киа, за рулем которого находился водитель, мужчина, 84-го года рождения, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Отрицать очевидное задержанный водитель не стал и добровольно прошел о свидетельствовании на алкоголь. Тест оказался положительным. Апатитчанин сам же и рассказал инспекторам ДПС, что раньше его уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Добавил даже, что в таком состоянии сбил пьяного пешехода, который вывалился с тротуара ему под колеса. Аналогичные сведения нашлись и в информационной базе данных ГИБДД. А значит, наказание в этот раз будет уже не административным, а уголовным. Усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса, что влечет за собой уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. Когда пожарные и спасатели работают на месте реального дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими, их действия должны быть четкими, уверенными и быстрыми. А добиться этого помогают учения. Именно на таких учениях и побывала наша съемочная группа. Сотрудники аварийно-спасательной службы и пожарные, хотя и относятся к разным ведомствам, часто работают вместе на самых разнообразных происшествиях. Именно для того, чтобы сделать эту работу более слаженной, чтобы проговорить порядок совместных действий и указать товарищам на ошибки, коль таковые найдутся, и нужны подобные учения. В реальной обстановке счет идет на секунды, а на тренировке можно действовать не спеша, подробно и обстоятельно поясняя каждый свой шаг. Роли пострадавших в ДТП исполняют двое спасателей. Их коллегам предстоит стабилизировать и обесточить автомобиль, разбить заднее стекло, проникнуть в салон, укрыть пострадавших одеялом, чтобы тех не зацепил осколками, выбить оставшиеся окна, срезать крышу, уложить жертв аварии на специальные щиты и передать их медикам. И у пожарных, и у спасателей есть ведомственные регламенты, отступать от которых нельзя. Прописано все, от уже упоминавшегося одеяла и правила использования специнструмента, до того, как и куда девать срезанную с машины крышу. Безусловно, на то, как машина превращается в кабриолет, а из салона авто достают людей, лучше смотреть на учениях, а не на дороге. И пожарные, и спасатели выступают за то, чтобы такие тренировки проводили чаще. Ведь именно на них вырабатывается тот самый автоматизм действий, который в реальной обстановке может спасти чью-то жизнь. Разобраны все нюансы, разобрана техника безопасной работы и, соответственно, отработанное взаимодействие, потому что с 31-й пожарной части мы чаще всего выезжаем на этот проект. И на сегодня у меня все. Очередной выпуск программы «Опасно для жизни» подошел к концу. Смотрите нас в эфире Народного телевидения «Хибина» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok